Вот в эти дни, когда скоро уже начинаются игры, чемпионат КУ от 12, я всегда в эти дни задавался мыслями о том, что ведь плохо играть это грешно, это позор. Вы понимаете, что это? Позор. Когда мы это делаем, мы просто сами, наверное, не понимаем, а как же это не делать, как играть каждую игру хорошо. Вот я постараюсь коротко, но объяснить, как я понимаю, как можно меньше делать грехов в бальзах? Как? Ну прежде всего, прежде всего, я уверен в этом, надо искренне полюбить футбол, искренне полюбить футбол, мои футболы. Искренне, я еще раз повторяю, не так, как любят некоторые, просят футбол, что пришли, я меня не знаю, все, и так далее, и так далее. Искренне полюбить дни искренне любить футбол. И кто это делает, тот менее мало грешит на футбольном поле. Я также хочу вас призвать, призвать серьезнейшим образом, мои золотые, ребятки, полюбить искренне любить футбол. Потому что надо понять, понять одно, если мы этого не сделаем, не сделаем, но мы не нужны просто, для чего тогда мы существуем, мои золотые? И вот, когда мы полюбим искренне футбол, когда мы полюбим искренне болельщика, тогда каждому из нас лично будет стыдно прийти на тренировку неподготовленную, прийти на игру, и не вызвавшись или что-то такое каким-то образом, там лишние водички выпил, лишние какие-то другие вещи делал, прогулял с девушкой и так далее, это не должно быть, это работа. Работа, это болельщик. Вы же понимаете, болельщики, да не все ходят таким образом, что они, ну как сказать, для просто, для удовольствия иногда ходят. А есть болельщик, которым по жизни еще и тяжело в жизни очень, вы понимаете, чемпион. И семью надо кормить, и все остальное нужно делать. Он приходит на эти полтора часа для того, чтобы, знаете, как оторваться от этой жизни, показать, отдохнуть мне, да отдохнуть, он говорит. И когда мы играем безобразно, мы же понимаете, что делаем, мои золотые, а? Это должен быть стыд в нас, и в следующий раз никогда это не позволять. Надо играть. Вы понимаете, в чем дело? Можно физически удвоить свои возможности. Понимаете, в чем дело? Но, если вот так относиться, это духовная сторона вопроса. Если вот это сделать, полюбить, о чем я говорю, унисти теряться силы. Унисти теряться силы, мои золотые. И будет настолько так. Почему же я такой прекрасный человек? Да потому что ты искренне сделал дело и делаешь дело. Ты искренне любишь зрителей. Ты искренне любишь футбол. Понимаете, в чем дело? Потому что тебе стыд на воле души, что каким долго я не дотренируюсь и так далее. Вы поймите, в чем дело. Шесть качеств, которые нужно разбить. Вы понимаете, в чем дело? И функционально мы себя подготовим. Не делаешь вот то, о чем я говорю. Все слизывается и начинаешь совершенно другой прикор. Уже нет команды, вы понимаете, в чем дело? Поэтому я вам желаю, мои золотые. Я так жду. Я так уже в этом плане и сам соскучился, ребятки мои золотые. Подходят люди и все остальное. Поэтому я вот вас прошу, мои умницы. Подходите вот к нам, ветеранам, в этом отношении. Только добрые. По-доброму будем говорить. Но нельзя. Таким образом, как и в этом плане, вести немножко неподготовленным. Идти на тренировки. Идти как ведут. Это не должно быть. Вы понимаете, в чем дело? И хочу, что еще сказать, мои хорошие. Не буду вас долго задерживать. Хочу сказать. Я вот каждому из вас желаю. Ну выбери себе героя в жизни. Выбери героя в жизни. Вот мне в этом отношении много было ситуаций, когда я взял и выбрал. И не взял. А знаете, как она говорила? Как она обращалась? Она в своей книге говорит. Когда я выходил на сцену, а мы, выходя на футбольный годы, я пела для них, для своих почитателей. А мы играем для любителей футбола. Я никогда их не обманула. Я все время давала всю душу. Всего себя. Он назвал. И вы даже должны в этом отношении дойти. И еще раз говорю. Вы не устаете себя. Понимаете, все дело, мои хорошие. Я вам очень и очень желаю. Вы понимаете, надо так себя возбудить. Чтобы вы горят на футбольный поле. Как? Вы ходите на футбольный поле? Если, всегда волнуйтесь. Всегда волнуйтесь. Всегда. У тебя хрилы. И вот если ты физически вот эти шесть качеств нарастил, нормально. Если функционально ты подготовился, то тебе его десекряться силы. А если что-то такое из-за моей, Раскляну начни. Я что-то сделал. Ты поплывешь. Монтаж. Дыхатель. Двигательные системы. Все замедляет. И я. Устанавливаюсь киселем. Киселем. Я не могу это безноложен человеческий. Вы понимаете, что делать? А выходить на это поле нужно. Идешь. И такое вот всегда должно быть явление. Деда Явычного. Срываю судьбу. Мой гнев кипят сильнее. В уме слагаю речь. Она звучит сурово. Звучит проклятие в жёсткости моей. Мой гнев. И всё это будет снова болеть. Конечно. И я спокойно вновь. Я гавня холоднее. А завтра снова выезжаю на другой город. И снова буду жар. И снова опять тебя даже настраивать. Вот это самый главный момент, который я бы хотел вам пожелать. Пожелать. У вас всё есть. Все возможности. Только единственные. Чтоб в каждой игре. От первой до последней минуты. Ну всё время очиститься. Идти. Идти. Удачи вам, мои хорошие. Идти. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ